Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Просматривая некоторые аяты, я как раз думаю, да, его весь этот блог лучше озвучить. Он очень хороший, информативный. 22 ссора с 26 аята, начиная, стаааиду биллах. 22 ссора, 26 аят. «Упомяни, Мухаммад». Ну, Мухаммад в конратных, как обращение там пророку. «Те времена, когда показали мы», – говорит Всевышний Творец, – «местоимение мы, указывая на свое величие. Упомяни те времена, когда показали мы Ибрахиму, Аврааму, место расположения Каабы». Место расположения Каабы. Здесь специально в квадратных я поясняю. Ведь оно было утеряно со времен Ноя, с момента потопа. Всевышний показал Аврааму место расположения, и здесь в квадратных, сопроводив это словами. То есть, что было Аврааму сказано. То есть, это сопровождалось словами. Прямо цитата идет. «Не возноси кого или что-либо на мой уровень». Можно перевести из круглых. «Не обожествляй что-либо помимо меня», – сказал Всевышний. Дальше идет. «Отчись мой дом». Если подстрочно. «Мой с большой, дом с большой». Это подстрочно. «Отчись мой дом». «Мой с большой, дом с большой». В квадратных поясняю Каабу. То есть, территорию первого храма на земле. Место, где он когда-то стоял. То есть, очисть и выстрой его заново. Потому что там не было. То есть, это место было потеряно. Аврааму, оно было указано божественным откровением пророка Аврааму. Было сказано почисть это место и выстрой Каабу заново, сохраняя в чистоте. Но, опять же, смысл там есть, сохраняя в чистоте от элементов язычества. Тоже чистота. Но это в квадратных скобках. «Для всех тех», – продолжается аят, – «кто придет сюда совершать ритуальный обход». Здесь идет «лито и фина». «Таваф». В эти дни будут «таваф» и совершают «таваф». Ну, и всегда совершают «таваф». И на умре, и во время хаджа совершают обход вокруг Каабы. И вот здесь обращение – это времена Авраама. Тысячи, тысячи лет назад. Это обращение к пророку Аврааму. Божественным откровением. Всевышний Творец обращается к Аврааму относительно. Указывает место. Говорит – почисть это место. «Восстанови Каабу». То есть для кого это все почистить, восстановить, все это воссоздать. Для тех, кто придет сюда совершать ритуальный обход, остановится здесь и будет молиться, выполняя поясной и земной поклоны. То есть это времена кого? Авраама. Это времена Авраама. То есть тот с вами процесс, месяц Зульхадж. Хадж. Те, кто поехали в хадж, на днях как раз поехали. Через несколько дней Курбан-Байрам. Заклание жертвенного животного. Это все вот как раз с тех пор. Авраам, он восстановил. После всемирного потопа это место было потеряно. Авраам, ему божественным откровением было указано, где Кааба, первый храм на земле. Он все почистил, восстановил. И ему было сказано, что это для чего? Для того, чтобы люди совершали. Еще времена Авраама. Чтобы совершали обход. То есть в том числе, то есть останавливались здесь, совершали поясной и земной поклон, совершали намаз. Ну и мы знаем хорошо из Сира о том, что во времена, то есть еще до рождения пророка Мухаммада, все так же Кааба была, то есть с тех пор времен Авраама восстановления она была, просто постепенно она стала языческим храмом. Ритуалы отдельные сохранились, в том числе тавафы, но она стала языческим. И вот уже часть миссии пророка Мухаммада, очистить. Это уже там был Авраам, а здесь уже заключительный Божий посланник. Если Авраам это все восстановил и как место поклонения одному Богу, то постепенно элементы язычества нарастались, 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 все это постепенно. И если уже все, когда все подошло ко временам пророка Мухаммада, то Кааба была забита битком самыми разными идолами, совершались вокруг Каабы самые разные языческие ритуалы. И здесь вот это все один из элементов миссии заключительного Божьего посланника очистить первый храм на земле Каабу, который был воссоздан во времена Авраама, почистить все от идолов, истуканов и элементов язычества. И вот со времен пророка Мухаммада Али Исаса, сам это все было почищено от элементов язычества, от языческих ритуалов и языческих богов. Все и до сих пор, 14 лишних веков, это храм именно как точка в направлении которой со всего мира мусульмане, миллиарды мусульман молятся именно в том направлении, совершают обход вокруг Каабы. Как порой, ну то есть, тут будет один момент, то что есть вещи, которые не понять головой, я это на полях даже написал. То есть здесь сложно, то есть порой люди говорят, ну вот это же тоже камень там, как люди поклоняются камню, они не поклоняются камню. Просто мусульмане молятся все в одном направлении, и должно быть, должна быть какая-то тучка, в котором, иначе один будет молиться туда, один сюда, один будет обход делать где-то, другой где-то. Есть вещи, которые единят вот эти миллиарды в итоге, десятки, сотни за историю человечества. Не важно, это японец мусульманин, китайцы мусульманин, француз мусульманин, неважно какой мусульманин. Есть вещи, единящие всех и вся. И вот сейчас там миллионы людей поехали в Саудовскую Аравию. На сегодняшний этаж страна называется Саудовская Аравия, да. Но Кааба, она сама по себе, первый храм на земле, восстановленный Авраамом, пророком Авраамом после всемирного потопа. Это 22 сура, 26 аят. Можете почитать, как раз вот контекст восстановления. Во времена пророка Мухаммада, этот храм был очищен от языческих идолов. И до сих пор, в данном случае уже, это находится под юрисдикцией правительства Саудовской Аравии, там, короля и так далее, которые стараются всячески создать условия все более лучшие, все более уютные, удобные, просторные условия для совершения паломничества. А так это сам по себе Кааба, она для всех, она не чья-то собственность, она для всех. 22 сура, 26 аят. 27. И вот этот, я часто цитирую, сам для себя просто так. Вот это 22 сура, 27 аят. Авраам, Авраам. Было указано ему, сказано, почисть территорию. Восстанови Каабу. И потом идет, поднявшись на возвышенность в квадратных, объяви Авраам в квадратных, к нему обращай. Людям Финнаси. О необходимости в квадратных. Паломничество. К этому храму. Поясняю. . Они, в квадратных поясняю, несмотря на расстояние, услышат тебя. Квадратные закрываю. Почему в квадратных это пояснение? Потому что дальше идет. Придут и пешими, и на исхудалых верховых животных. Причем, здесь в квадратных, кто как сможет, из самых отдаленных уголков земли. То есть интернета нет, радио нет, телевидения нет. Но Аврааму говорится, и как вообще в жизни всегда говорится, сделай от себя зависящее, а дальше уже уповай на Всевышнего. Не нужно говорить, что то или иное возможно или невозможно. Ты делай максимум. Еще более максимум. Проанализируй. Вот все, все, что можно, сделай. А то, что ты не в состоянии сделать, все же на тебя, если заслуживаешь, даст. В данном случае, как раз вот этот аят, я сам для себя всегда пишу богословские материалы, книги, интернет с 99-го года. Ума.ру. То есть я сам себе говорю, вот этот аят, я себе напоминаю. Ты сделал от тебя зависящее. Напиши материал богословский. Аяты укажи, хадисы, мнения ученых. Кто прочитает, тот прочитает. Кто не прочитает, тот не прочитает. Это уже не моя забота. У меня есть как раз вот это 20 и любому человеку, вот этот аят, он важен. То, что Авраам посреди пустыни. Ну, этот, если сверху посмотреть, там никого и не было. Это была пустыня. Просто мертвое место. То есть поднимись на возвышенность. Объяви среди людей. То есть времена Авраама. И тогда тоже это называлось паломничество к Кабе. В наши времена, если говорить заключительно Божий посланник, пророк Мухаммад. Также хадж остался, как одна из форм поклонения Всевышнему. Одна из форм поклонения. И хадж является одним из пяти столпов религиозной практики. И вот как раз в этой суре 22, вот эти аяты, но они времен Авраама. И тогда ему было сказано, объяви среди людей, они придут и пешими, и на верховых животных, причем из самых отдаленных уголков земли. 28 аят. То есть люди будут совершать паломничество. А зачем? Зачем? И вот как раз 28 аят. Ли идет. Для того, чтобы… Все это для того, чтобы… Первое. Получили они от этого пользу. Множественное число. Без определенного артикля. Самую разную пользу. В квадратно-скопах, и даже в Коране об этом говорится. То есть во время паломничества не запрещено проводить какие-то торговые сделки, привозить какие-то товары, увозить какие-то товары во все времена. Даже кораническим текстом это четко подтверждено. Человек может получать как мирскую от этого выгоду, так и вечную с точки зрения совершения ритуального поклонения. И вот здесь, для чего люди туда пойдут? В 28 аяте говорится. Ли ящаду менафи аляхум. Чтобы получить менафиа, всестороннюю пользу. Во всех товсирах поясняется. Как мирскую, ведя параллельно торговые дела, знакомясь с новыми людьми, так и вечную, совершая пред Всевышним соответствующие ритуалы на этой святой земле. Второе там идет. Чтобы упоминали имя Аллаха, Бога Господа в известные дни. Известные дни. Это подстрочные. Здесь специально в сноске, я поясняю. Ученые, что здесь говорят по поводу аяма Аллумат. Известные дни. Под этими днями подразумеваются либо 10 дней месяца Зульхиджа, либо день Арафа, либо 4 праздничных дня Курбан Байрама. По сути дела, как раз эти 14 дней Зульхиджа, они в той или иной степени либо эти, либо это, либо это. Чтобы упоминали имя Аллаха, Бога Господа. Здесь, опять же, человек может где-то там сказать некое нашептывание. Мы же и так всегда упоминаем Всевышнего, в намазах упоминаем, еще что-то. Но есть вещи. Порой мы же люди, в Куране неоднократно говорится, особенно в трудные минуты мы начинаем его много упоминать. Когда все хорошо, мы о нем не помним. Но золотая середина в том, что ты о нем помнишь в любой ситуации, но иногда в большей степени. Вот аяма Аллумат. Определенные дни. Мы сказали, либо это первые 10 Зульхиджа, либо это день Арафа, либо это 4 праздничных дня Курбан Байрама. Это ученые говорят уже в тафсирах. То есть, вы отправляетесь туда для совершения паломничества, чтобы получить всестороннюю пользу манафиа. И в то же время яд Курбан Байрама. Упоминать имя Всевышнего, вспоминать о Всевышнем больше. Это не говорит о том, что в других случаях не помните. А говорит о том, что в эти дни вы о нем помните больше. Вы о нем вспоминаете больше. Здесь я беру как третий пункт. Поблагодарили его и за то, что дал, чтобы вы благодарили. Они совершающие паломничества. Дал им жертвенных животных. То есть упоминали его имя при заклании их. Ну, там контекст в том числе. Благодарность Богу за то, что у вас есть мясо. Есть животные, от которых вы получаете мясо. Но здесь и контекст может быть. То есть, вы, совершая ритуал заклания, также яд Куру. Вы упоминаете имя Всевышнего, совершая ритуал заклания. То есть, вот это все, по сути дела, и вообще наличие мяса как продукта, вы должны быть благодарны за это Всевышнему. Дальше идет. Вы и сами питайтесь этим мясом и в обязательном порядке угощайте нищих. Ну, здесь курбан, мясо курбан делится на три части. Треть с неимущим, треть с соседним родственникам, треть человек есть сам. Может, все передается на благотворительность. Ну, часто бывает, фонды просто передают и все. То есть, деньги передают, фонды уже все остальное передают, это все малые имущие. Но в аяте подчеркивается, с одной стороны, говорится, вы имеете полное право и сами есть. Вроде как, это ритуальное действие. Вы имеете полное право и сами есть. Канонически не больше одной трети. Но основное, то есть накормите. Здесь идет глагол в повелительной форме. Накормите именно . То есть, людей, которые бедны, неимущи. Ну, маленькая практика жизни. То есть, когда мы были студентами, в середине 90-х, начало середины 90-х, с студентами Алясхара. У нас, например, мясо было только на курбан. Ну, вроде как. Это сейчас мы думаем. Ну, что, мясо всегда. Это так кажется всегда. Я даже с кем-то однажды ехал. Парень из Таджикистана. Давно было. Даже на пропаде упомянул. Он говорит, когда у нас был военный конфликт в Таджикистане, у нас даже на каком-то этапе мяса не было. То есть, есть было нечего практически. То есть, разрушилась инфраструктура. Все разрушили. Что-то там, где, если что-то найдешь. А сейчас, говорят, уже и мясо есть, и все есть. И даже порой и не ценишь, что это есть. И не понимаешь даже, что. Ну, и что, мясо. Где-то даже не доешь. Я считаю, надо всегда еду доедать стараться. Это очень большая неблагодарность. Не доедать. Вот. А мы с студентами были то же самое. У нас мясо было раз в году. Когда? Курбан. Вот. Вроде как человек скажет, ну, сейчас у всех же мясо есть, у всех же мясо есть. Послушай, может быть, ты просто такой период. У тебя не было такого периода. Ты не оказался в той стране, где были военные конфликты, где был голод. То есть, мясо – это не так просто. Это не дешевый продукт, в том числе. То есть, мы, как студенты, мы не могли себе покупать мясо. Килограмм стоил, я помню очень хорошо, 5 долларов стоил килограмм. Не знаю, как сейчас. В Каире, в Египте стоило 5 долларов один килограмм. Мы не могли покупать себе мясо. Мы ели фасоль вместо мяса. Фасоль – там дешевый продукт. Весь народ там фасолевый разный, фуль и так далее. Но на Курбан, вот, в холодильнике забивались мясом. То есть, те, кто имущие, ну, в том числе, например, там, те или иные благотворительные организации, как сейчас я уже сам тоже делаю. То есть, период просто благотворительной организации, отдаешь деньги, они уже это распределяют между малоимущими. Нам кажется, что такое там. Ну, это у тебя есть в холодильнике мясо, а у кого-то его нет. И на Курбан, как раз благотворительные организации, заняты тем, чтобы мясо оказалось у всех, и все, в том числе, почувствовали вот это вот, то, что Всевышний вам дал возможность мяса, наличие мяса. Ну, и вот эта вся модность о том, что вредно кушать мясо – нет. Мясо иногда очень даже нужно есть. Это, опять же, от ситуации к ситуации, от здоровья там и так далее. Но это важный продукт для человеческого тела. Можно без него прожить. Как я сказал, у нас только на Курбан. Пять-шесть лет, являясь студентом, у нас только на Курбан появлялась. Ничего, были здоровые, крепкие и без мяса. Но, вот как раз здесь, в 28 аяте говорится, что важный элемент, что Курбан, мясо Курбан передается малоимущим, в обязательном порядке. Двадцать девятый, в этом блоке последний как раз, 22 сура, 29 аят. Это один за другим как раз. Это аяты, касающиеся хаджа, каабы. И после пусть приведут себя в порядок. И после пусть приведут себя в порядок. Здесь квадратных, поясняю с учетом тафсиров, постригут волосы и ногти, вымоются. То есть, первоочередно это касается тех, кто совершает паломничество. Там как раз, в том числе, обход вокруг абы. То есть, упоминание Всевышнего, все эти заклания, ритуалы хаджа. И когда ритуалы хаджа завершены, здесь как раз идет в 29 аяте. Что, после уже пусть приведут себя в порядок. И в квадратных, поясняется, постригут ногти, волосы, вымоются. Те, кто не в хаджа, есть элемент желательности, не подстригаться, не стричь ногти на протяжении вот этих десяти дней зульхаджа. Это не является обязательным, это не является каким-то элементом, обязательным элементом процесса заклания. Это относится к категории желательного, сунна. Если человеку есть необходимость, он может постричь. То есть тот, кто не в хаджа. Тот, кто в хаджи, там это все строго. Тот, кто вне хаджа, есть желательность тоже этого придерживаться, но если малейшая необходимость, рабочая и иная есть, то человек может и постричь ногти. Те, кто не в хаджи. А вот в хаджи с этим строго, и поэтому только когда уже определенный этап, но основной блок ритуала в хаджи завершен, пусть после приведут себя в порядок. Подстригут волосы, ногти – это один из элементов таких хаджи. вымоются. Исполнят обет. В квадратных пояснях взятые на себя пред Богом обязательства, если были таковые, безусловно. И совершат обход вокруг каабы. Здесь поясняю, так называемый обход устремления. таваф аль-ифада. То есть там есть несколько вариантов обхода. Это как раз про таваф аль-ифада. Аль-байт аль-атиг. Аль-байт аль-атиг. А вот как раз кааба. То есть совершат обход вокруг каабы.